ребята всем привет с вами александр джурайского девушек на сегодня мы знакомимся с таким динозавром как игуанодон или же игуанодонт тоже можно так его назвать потому что принципе сейчас уже такого семейства как игуанодонт в принципе нет по факту да раньше туда сбрасывалась целая купа разных скажем так мусорных гадрозаврида которых не могли никуда определить сейчас же в принципе семейство игуанодонт состоит из от всего лишь из одного вида игуанодона и все в общем то так и осталась только группа группа такая по факту да семейство уже как бы не используется в современной науке и так это в общем то динозавр который был добавлен еще довольно давно с дредноутом из еще с каким-то травоядным когда было добавлено тоже 3 травоядных это было предыдущее обновление в общем то она у меня руки до него никак не доходили это в общем то довольно известный динозавр да он особенно в фильме был же фильм вот этот про игуанодона там про динозаврика забыл как он называется но думаю вы все все его знаете там когда начинается сцена как его яйцо там карнатавр гнался за его родителями там его яйцо скакала катилась пылуло по реке до его подобрали лемуры лемуры его подобрали такие обезьянки да с длинными хвостами полосатыми и потом его вырастили скажем так как обезьянку а потом упал большой метеорит и они все бежали с острова в общем то ну вы поняли о чем такой знаменитый наш герой да по-моему что он был игуанодон так ну что знаменит он конечно же в первую очередь своим большим пальцем ну и тем что он был найден вторым вторым в мире скажем так динозавром после мегалозавра как я уже сказал давайте сейчас тут читать эра ранний меловой период до высота 3 метра вес 4 тонны длина 10 метров но по википедии до 13 метров травоядный динозавр и гуанодон орнитопод на средины юрского периода и позднего мела вот это вот какая-то ерунда то есть он вот верху как написано у нас ранний меловой период 125 миллионов лет назад так он известен своими крупными когтями на больших пальцах предполагала гаица что этих когтей было множество вариантов применения защиты от хищников вскрытие семян и плодов или отдельных или отделение листьев от ветвей находки и гуанодона впервые обнаружил гидеон мантелл в 1822 году в тилге это forest в английском кукфилде его находка состояла из нескольких окаменелых зубов хоть сразу было признано что это не зубы рыбы или носорога и гуанодон официально признали то без классифицировали как-то там да только в 1824 году и более полный скелет был один в тридцать четвертом году в графстве кен первоначально предполагалось что большой когтистый палец с шипами большой палец мысли на передней луке это одна из самых характерных черт и гуанодона крепился на носу да и его собрали как ящерицу короче но последующее открытие позволили определить его настоящее назначение но это вот про вот этот большой палец то ему тут на лоба прицепили как будто бы сделали из него диметродона только без паруса поле экологии исследование челюстей гуанодона свидетельствует о том что он мог питаться жесткой растительности измельчая зубы в общем то его зубы были собственно говоря похожи на зубы игуаны потому он у нас и гуанодон и в отличие от других гадрозаврит у него зубы были большими крупными и они менялись за всю жизнь всего лишь один раз то есть не было возможности обновлять зубы постоянно вот такой вот у нас динозавр ребятки ну что теперь давайте будем их разглядывать они уже там у них все готовы вылупились и в конце серии у нас как обычно ждет некое сражение сейчас мы определимся какой самый короче красивый из них и погнали вот так вот это у нас динозавр который ходил на четырех лапах но мог передвигаться и на двух но его задние лапы не предназначены для бега он все-таки ходящий динозавр и вот такой вот у нас и гуанодон это раскраска базовая прикольный такой флажок тебе понравился у нас по традиции там за забором бегают акракантозавры я сейчас их оградил так ну помчались дальше базовая раскраска дам вообще не взрать невзрачная так это какой-то у нас беленький как будто бы его мелом присыпало крепкие динозавры ну да представляете себе длиной как тиранозавр ну весил правда в два раза меньше но очень крупное существо 55 атака и защита 18 и уникальность этого динозавра заключается в том что он единственный из хищник из травоядных который который в общем то обведет себя практически хищник он может убивать разных хищников как бы таким каким-то хищническим образом скажем так но это мы потом посмотрим так вот это уже поинтереснее зеленый то есть у меня классическая ребят какая для вас от классическая форма привидения и гонодона вот взял прошел сквозь сквозь двоих них у него была голова и жопы только шин вот такой вот красавчик чатан тут толпятся у меня так какая-то у нас раскраска давайте смотреть это у нас лесной тип ну принципе логично да и появились кстати полоски давайте пока суть то дело я тут сейчас немножко немножко водички сделаю водички и кормушек поставлю они у нас питались низкой растительностью так а мы идем дальше ребятки выпускаем следующего и гонодона так это у нас уже такой более коричневый как ты нентозавр джорск волк и лайв у меня до сих пор не запускается на эмуляторе так ну ты конечно красавчик о вот это понимаю взял и побежали такие массивные руки да как будто бы сейчас боксер какой-то так не пас не показал же какого он типа тип джунглей почему он джунглях красный не совсем понятно выпускаем следующего так такой какой-то все серо-зеленый в парк доставлен игуана дон принюхался пахнет акраконтозаврами да стремно соглашусь тип степей так здесь у нас все у нас есть еще один он должен быть каким-то аля типа темно-коричневым нет он у нас такой с голубизной серо-серенький какой-то тип побережья типа такой под камни бы прибрежная до маскируется то есть у него передняя лапа все уж помню там на четверть короче чем задние так что это у нас такое себе вполне себе четвероногое существо так давайте пену сблизилась ухты ухты куда ты нажал вот так выглядит у нас тая игла на дону спать и как они как обезьянка еще только мизинчик держит аристокритический динозавр знать как чашку держишь и мизинчик оттопыривается ну вот как бы зеленый такой самый красивый да мне и вот это такой красненький ну в общем то для меня вот зеленый самый красивый ребята ну а вот напишите свое мнение в комментариях ребята да так ну что мы сейчас делаем давайте мы сейчас уберем вот этот забор и в общем то выпущу еще мелких хищников которые мне там бегают да и посмотрим кто чего да как сколько они проживут минут так я только выпустил от парочку процертомима парочку хирирозавров там в общем то и тут уже меня дилос короче сцепился с процератом идилос походу победил да но это мы уже в общем то это проясняли давайте-ка мы сделаем больно сделаем кому-то больно так вот такие вот у нас сейчас будут битвы так бедняжки вообще-то не такие здоровые они были на папа больше чем макроконтозавры должны бы на самом деле дать им грозный отпор так сказать но у нас вот смотрите кто бежит у нас уже бежит дилос тилос бежит сюда и он явно бежит не водичку пить нет так ережеч прибежал и а кракант и и процерат так а ну 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 кстати они же могут противостоять мелким хищником то есть а кракан то они принципе нет не ровня там по характеристикам а вот это вот мелочь могут и наказать уаааааааау смотрите удар с правой Два удара Но Гирерыч посильнее будет Гирерыч справится А вот Так, от тебя Ай-яй-яй-яй, там был Траадон Он отравил одного Отравил одного Игуанодона Нехорошо получилось Вот этого парнишку отравили Блин, он всего лишь Один раз его укусил, но это все Это смертельно А сам остался вообще целеханек Такой, знаете, как это, как Комодийские вараны Ну вы видели только что Что произошло Так, минус один Так, эти между собой тылятся Процерат, Идилас Это, короче, какие-то Ярые противники Он отравлен Но у него как-то жизнь восстанавливается Что-то у него плохо действует яд Как-то странно, смотрите Так, там погиб у нас Процерат, но мы следим за Игуанодом А, вот Блин, Траадон уже двоих отравил Вы это себе представляете? Так, а тут опять Дережич Набросился Ну, этого он догрызет Этого он догрызет 37 на 45 Ну, в общем-то, если бы он был целеханек Шансы были бы довольно ровные Но они, скорее всего, разойдутся Ух ты, бьема 18 Да он уже должен выдержать один А они уже все, разбежались И вот этот подлый Отравитель Так, вот и не стало еще одного Игуанодона Его сожрал Жертва Акрокантазавра 02 Второго Так Ну, у нас еще есть Да? А, во-во-во-во Ну, Акроканты, как видите Их, короче, бедняжек Загрызают Они пока что, наверное, все Акрокант пятый Акрокант второй Акрокант третий Так, вот еще тут двоих осталось И два уже отравленные Смотрите, какая-то сволочь мелкая Он ходит, просто всех отравляет Он уже троих отравил, наверное Я про Традона Если кто не понял вдруг Вот их троечка осталось еще Так Ну, давайте, загрызи его Давай, Раптор Я в тебя верю Загрызи этого гаденыша Мелкого Блин, разбежались Но вот зря Он и Традона завалил Какая маленькая подлая зараза Он того, гляди, еще Акрокантозавров тут переложит Так Вот Погиб Акрокант один То есть, пока что Никто двоих не завалил Все по одному Ну Так Умер Акрокант шестой По-моему, тоже Шестого еще не было Третий Пятый Шестой Первый А второй что, еще никто не убивал второго? Так Кто там остался? Один остался Бедняхинек 5, 6, 3, 1 Да Такие вот у нас Акроканты отличились Ну что, тогда следим за судьбой последнего Игуанодона А в следующей серии я, ребятки, качну Игуанодона Так Максимально Мощно Да И мы посмотрим, с какими хищниками он сможет справиться Так Ну Во-во-во-во-во Вот кто хочет его съесть Ой, прям за хребтин выкусил Так По-моему, этот уже завалил двоих Да Акрокант шестой завалил двоих То есть, вот этого и вон того Вот шестой А, кстати, у него какие характеристики шестого? У шестого могут быть отличные характеристики от базовых Нет, базовая 64 на 15 Кстати, он-то Блин, получается Игуанодоны не дают отпора акрокантазаврам Вообще никакого Не хотят, а по характеристикам Игуанодон 55 на 18 А, акрокант всего лишь Блин, тут прокачано Ну, вы видели, там было Акрокант Немного Так, сколько 55 на 18 А у них 64 на 15 То есть, как бы, ну так Несильный перекос-то на самом-то деле Могли бы И попытаться с ними что-то поделать Но, походу, нет Походу, нет Но, смотрите, то есть Крупные травоядные у нас не сражаются с мелкими хищниками Не сражаются Крупные травоядные, ну, в смысле, трицератопсы и анкилозавры Сражаются с большими только Мелкие от них, по-моему, убегают В бою не получается Так А вот Игуанодоны могут сражаться, получается, наверное, только с мелкими Ну, это мы все узнаем в следующей, ребятки, серии Так что, ставьте лайк под этим видео Пишите вашу любимую раскраску И до скорых встреч Всем пока, ребятки Субтитры сделал DimaTorzok